Наставление старца отца Николая Гурьянова. Батюшка говорил, Бог всегда с простыми людьми, а простые это те, в ком нет злобы. Где просто, там ангелов поста, а где мудрено, там ни одного. Неверующий же человек признает только то, что называется видимым миром, часто повторял отец Николай. Он живет только земной жизнью, бедненькие, слепые и глухие, оставьте их. Подобно этому высказывался и святитель Николай Сербский, неверующим не помогает никакое знамение. Евреи собственными глазами видели многие чудеса Христовы, однако не хотели верить, а в оправдание своего неверия говорили, что он творит эти чудеса силою князя Бесовского. Кто не желает верить в добро, тому не помогают все знамения, какие может не спаслать небо. Сердце, наполненное злобой, тверже гранита. Ум, помраченный грехом, не способен стать светлым даже от всего небесного света, сильнейшего тысячи солнц. Но как сокрушался отец Николай, когда слышал из уст верующих, что каноны запрещают молиться за тех, кто не ходит в храм, что некрещеные куски мяса, что если три воскресения не был на литургии, ты отлучен от церкви, что пиянец нельзя отпевать. И что у них за богословие такое? Удивлялся отец. Невежество и неверие. Церковь на земле для милости, всепрощения и молитвы за весь гибнущий мир. Пока не наступил страшный суд, надо за всех умолять Господа о помиловании. «Слезная мать наша церковь, а они вон что придумали, выкинуть из нее всех грешников, ради кого Господь распинался». Батюшка молился обо всем мире. Когда он слышал о бедствиях, постигших мусульманские страны, о наводнениях в Индии и Китае, просил. «Господи, помоги им, спаси их души от вечной погибели, жалься над нами всеми». Старец всегда говорил, что молитва христиан побеждает законы природы, останавливает стихии, сокрушает демонов и способна даже удержать карающую десницу Божию. Хоть и грешно Господа учить, но будем умолять Его милосердие, чтобы Он не наказывал мир войной. Непрестанная молитва не угасала в его пламенном сердце. Молитва к Богу за весь мир. Молитва к Богу за весь мир.